здравствуйте друзья в эфире канал не аж вот и в рубрике 2 полковника и лейтенант пиджак с вами полковник российской армии александр глущенко привет ну и таки лейтенант пиджак или как это позуловский исихулу исихерзулу юрий гемельфар приветствую вас друзья но у нас сегодня интересные темы ну разумеется первая и основная тема это великолепное поистине выступление владимира владимировича путина про его цап царап сайте сланцевой нефти ну давайте мы подождем когда американцы и стратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти а потом у них цап царап тут конечно это уже становится все интереснее вот я не совсем понимаю это что национальная идея кстати юр у меня к тебе вопрос когда владимир владимирович полу посещал дональда фредерича в белом доме у вас там случайно ложки не пропадали не посещал такого не было но я тебя поправить лейтенант старшой лейтенант и уже даже и саулом был еще кем-то у нас был а ты же лейтенант лейтенант вот накаркаешь будешь лейтенант а то есть разжал дырки одни дырки дырки у тебя будут да нет ну кто его в белый дом пригласит с ума сошел там ложки там ценности и так далее но не только это там же надо будет фотографироваться от белом доме ему уже не дадут этот педестал чтобы он встал поэтому фотографии будут не он на такое не пойдет ну да а что что сланцевый газ да сланцевые обработки технологии тогда на хрена они унитазы сперлись корабли украинских ну так не поговори но вот в общем то да но в данной ситуации меня интересует вот когда владимир владимирович выступал на форуме россия зовет 20 ноября он и объяснил почему россия не добывает сланцевую нефть ну вот ее с пути ездят все понятно я простым русским языком объясняю коротенький комментарий буквально я проанализировал всю технологическую в общем политическую государственную мысль вернее короче самую главную скрепу российскую проанализировал смотрите где русичи взяли первого своего правителя дюрика у норман ну да там их снорманили да 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 снорманили где они взяли свою первую религию которая связана с православием с византинили да да с византинили по чьим чертежам петр первый строил первые в 18 веке первые военные корабли с голландии с голландии где взяли в девятнадцатом веке первую железную дорогу с англичанами да да в двадцатом веке вот все я ответил я сам заядлый автомобилист ответил все модели автомобилей прочитал вот которые были выпущены в советском союзе в россии нет ни одной самостоятельно изобретенной и пущены в производство модели автомобилей все это форты бмв там рено и так далее то есть они из французе ли из американили из англичанили из германии где взяли ядерную бомбу с американили на базе чего провели индустриализацию тридцатых годов какие это американ американец это по его проектам 572 предприятия было построено по проектам альберта кана альберта кана альберт кан да вот вам главная скрепа теперь нам остается еще на основании этой скрепы завладеть технологиями добычи сланцевого газа но не совсем понятно в условиях в общем-то относительного мира во всем мире зачем вести эту разведку когда это можно купить купить то можно а юра им продадут не должны продавать яблоки можно пойти купить конечно конечно а я помню когда в первый раз мы буквально в советский союз но тут действительно у нас уже сейчас идет натуральная вакханалия стране всех россиян объявили иноагентами то есть мы мы теперь все иноагенты ну надо полагать госдепа юра к тебе вопрос где получить свою долю вопрос это дает уже две тысячи лет и наша доля когда вы проводили да мы все продали но денег не получает где моя доля поделюсь я не жадный вот и никто не платит у меня периодически у нас видимо разговор какой-то нехороший потому что вы меня периодически меняетесь местами а ты у меня иногда пропадаешь особенно когда разговор за деньги заходит ну естественно мы стараемся госдеп убедить немытьем так катанем в том что нам надо заплатить так что заплатить вам надо если вы все время куда-то у меня пропадаете теперь саня пропал у меня с экрана это видимо уже потому что вы оба иностранные агенты ну да система компьютерная не дает прячемся от Роскомнадзора а может быть просто нам уже ставят помехи ставят в эфире чтобы ничего не произносили не говорили там или еще что а я понял я понял это теперь госдеп нам ставит палки в колеса потому что мы правильно поставили вопрос платите тетимите а они не платят они не хотят платить вот Юр вот тебе они и ставят палки в колеса кстати я прочитал я не совершил подвиг я честно тебе скажу еще раз скажу что подвиги будем повторять подвиги Александра Матросова я хочу сказать что я сейчас смотрю вот эти слушания наши в Конгрессе для расследования импичмента я вот начинаю что-то думать что наш госдеп от Роскомнадзора сильно не опит да я подожди я про подвиг я взял этот закон вот который приняли в третьем чтении в Государственной Думе значит у меня лысина задымилась это самое я сутки ничего не мог есть и пить мне просто я прочитал я все-таки прочитал дословно изменения в законе которые внесены в связи с объявлением иноагентами физических лиц ну просто вот нормального простого человека физическое лицо это какой-то ну слишком заумный юридический термин ну короче человека с нормальным лицом не физически да значит и там обыграл не то что обыграл а разложил по полочкам вот эту ситуацию за что могут признать иноагентов вот смотри например бабушка у тебя живет в Минске ну бабушка там где-нибудь в Белоруссии это же фактически у нас хоть и единое государство но извини меня финансовые системы разные правовые системы разные пограничный контроль все равно в какой форме существует там и так далее вот смотри твоя бабушка читает или комментирует или постит допустим радио свободы или голос Америки они уже признаны иноагентами как СМИ признаны бабушка тебе репостнула допустим статью из радио свободы или голоса Америки ты сидел сидел и взял раскидал ее по своим друзьям ну вот просто вот кто у тебя френды там в фейсбуке неважно где в ютубе там еще где-то просто раскидал а тут бабушка озабочить о твоем здоровье и наступающей зиме прислал тебе вязаные носочки из Минска просто вот ну прислал посылочкой там по почте ты получил эту посылочку из Минска а это уже заградпосылка тут у тебя вламывается Роскомнадзор ОМОН СОБР что у нас там еще бывает Следственный комитет ФСБ отдел выкручивают руки и говорят ты получил материальные средства от зарубежного гражданина представителя зарубежного государства за то что ты репостнул статью иностранного агента которую это сама иностранная агентша переслала тебе по тому же какую фантазию можно разыграть здесь а учитывая то что у нас собираются возрождать смертную казнь я не удивлюсь что за это будут и расстреливать Вам не хочется жить в Северной Корее? там тепло а здесь холодно вы уже предатели ну вот предатели так вот господа теперь тут такое разъясните мне пожалуйста очень странную историю потому что мои еврейские мозги они можно сказать закипели как в скороватке итак ситуация Кремль вернул Украине захваченный год назад суда так дело хорошее но там по сообщениям ряда СМИ вначале выломали унитазы а потом нагадили вот объясните мне господа вот что это за странная загадочная русская душа нелогичнее ли было сначала нагадить а потом выломать унитазы ну я раньше предполагал что у русских людей странная анатомия типа одень нахрен шапку уши отморозишь или речка по колено рыб до хрена это понятно но вот сейчас Юр разъясни пожалуйста вот это стран поведение причем некоторые злые языки утверждают что в судах подобного рода вообще нету митаза как морской офицер разъясни послушай да ты ко мне обращаешься как к морскому офицеру или как к русскому сэр капитан сэр я к тебе обращаюсь как к капитану первого ранга ВМС США военно-морских сил у нас у нас у нас вообще-то глины на всех судах даже на маленьких парах на моторных корпусах у нас это дело просто так в водоемы выкидывать нельзя специально перерабатываем вот эти места куда это надо целая система но это я думаю что это все-таки вопрос воспитания потому что я тоже очень долго себе задавал вопрос попавшую в Россию в Советский Союз я никак не мог понять почему люди оправляться должны в подъезде или в лифте я всегда воспитывал она говорит Юрина сходи на дорожку потом она мне объяснила что надо не на дорожку а перед тем как ты идешь уходишь из дома то надо сходить поэтому я не понимал я не могу на Юрина вопрос ответить почему надо это делать до того как горил но я думаю что это все связано вот Путин так говорит а это все пример царап бандитская хулиган да Украина не богатая страна вы стираете тягач они не новые ну как вы навредили Украине взяли и поломали украли это воспитание это натура украине вы не на беде тебе показали что это такая и это плавно переходит в то что произошло в Сирии когда вот эти бандиты это все в одной цепочке это все исходит от головы когда Жуков расстреливал за мародерство это не помогало потому что он сам помародил и вот потому что Путин сам использует мелочный воришка и в то же время просто показать как он ему бесполезный вред до того как убивать людей или врагов кого угодно это связано это очень жалко но даже обсуждаем такие вопросы потому что наши друзья живут среди этого это очень жалко но мне вспоминается история когда в 89 году сейчас уже не помню мы пришли во Владивосток на корабле с визитом и у нас мы немножко в шоке потому что если у нас там тараканы на корабле я обнаружил в карантин и там месяцами стоят под пить корабль он там не очистит он не зайдет в порт в инспекторах в такой степени и у нас нельзя глины танки вот эти контейнеры выпускать в океан потому что это должно быть очень-очень далеко в море чтобы это сделать возле берега нельзя это делать ну и в России как мне потом объяснили что в России тоже такие законы военных но они не всегда соблюдаются один раз мы пришли с капитаном на советское судно и мы что-то обсуждали с ними о встрече о приеме веншера и вдруг он так смотрит на меня что это я говорю что это так забор смотрит он говорит по-моему они вот этот септик танк выпустили там прям прямо и конечно вонь стояла вот так удивились с ним ну-ка ушли с корабля а вечером огромный-огромный прием на корабле на советском и там крабы раки эти моллюски разные и а этот капитан ничего не ест он сидит ничего не трогает а советский капитан ему говорит попробуй он гребешок ему дает как сейчас такой большой гребешок очень вкусный этот капитан взял американец уже хотел в рот положить гребешок только утром прямо здесь в порту поймали не плеванул не плеванул не плеванул поэтому это я не знаю жалко это не смешно это не смешно что от цап царапан и сворует до поведения в подъездах до вот этого вандала вандализм на корабле кто его произвел вот я не вижу я не могу даже себе представить настоящему военному моряку я не знаю ни одного российского моряка который бы так себя вел даже на чужом корабле даже на чужом судне у нас уважение к суду у нас уважение к плавающим к плавсредствам к плавсредствам даже даже средства может быть они были одеты в морскую форму даже не могу назвать мундир об форму но вот это вот варварство это показатель уровня культуры вот всяк просто и разводит мой дед не ранее не говорил про войну часто но иногда он мог что-то вспомнить сказать вот один из вещей с детства я помню он сказал что они были в Германии я не помню в городе и на танке сели солдаты и взял танкист и развернул ствол там развернул ствол и снёс таз и окна и мой дед он говорит зачем ты это сделал он говорит а я жрать хочу это такая культура такое такое не знаю больше не жалко что это не меняет сказалось бы сказать что есть интернет то что мы можем так общаться то что люди уже ездят за границу я думаю скажу такую вещь я наверное уже рассказывал в этом в программе мы же подняли подводную лодку которую советские потеряли мы им когда сказали что подводную лодку нашли советские откат мол это не их подводная лодка на этой подводной лодки нашли останки моряков и мы их захоронили по морским почестям советским играли советский гимн хоронили остатки моряков по морским всем почестям и засняли это на видео. И вот когда Советский Союз развалился и все, мы дружим засос. Я, как сейчас помню, объявил комиссии, которая передавала эти остатки и рысь этой водной лодки России. И у нас комиссия по военным пленам без вести пропавшим. А мы передали вот это видео, с какими почестями мы хороним наших врагов с подводной лодки. Немцы это делали во время Первой Руговой войны. Летчика породили даже британских, американских. И культура такая была с уважением к врагу относиться. Не было вот этого водолизма. Правда, Рыду потом кто-то спер. В России так ее и нет. Она затеряна где-то. То, что мы хранили, не помню сколько, в 70-е годы. Не комсомолец, а Ка-29, по-моему. И взять, передать эти корабли вот таким состоянием, это неуважение в первую очередь в себе. Это показывает варварство этой культуры. Да, соглашусь. Ну и последний вопрос. Вот сейчас в Кремле депутат Адальбиха Шхагошев, он собирается противодействовать антироссийской деятельности в интернете. И говорят, что создаются некие виртуальные лагеря под руководством Газдепа, где готовят протестный потенциал. Юра, вопрос. Там стипендию платят? Видишь, мне уже шахту выдали. Слушай, у тебя даже сверху даже антенна стоит. На кого работаешь? Да. Она говорит, как ты ее видишь? Там отличная антенна. Да, антенна зенитного излучения. Я знаю, я связь изучал. Если от середины кемечка идет, то это антенна зенитного излучения. Но если серьезно, друзья, вот что это такое? Что это за идиотизм? Что это за афинея с этими виртуальными лагерями? Это что? Так сложно понять, что интернет сам по себе это глобальная паутина. Это глобальная связь. И в данном случае за то, что формируется протестный потенциал в России, за это господа депутаты только себе должны спасибо говорить. Вот за свой идиотизм. Ну и старший лейтенант уже, казалось бы, вот седые волосы и все-таки задавать эти глупейшие вопросы. Стыдно просто, стыдно. Идея гениальна, экономическая. Идея хорошая. Народ будет просвещаться только в правильном позиции. Поэтому выделиться на это. Гениальная программа. Наверное, с сыном или братом. И все. На этом все закончится. Все же понимают, что сегодня интернет. Сегодня невозможно. Китайцы не могут. Все равно есть обходы этого. Все равно люди придумывают. Ну да, где-то в какой-то глубинке кого-то вы там за бутылку водки собьете. Он не будет искать. Поэтому все, что вот они говорят и все, что они там дарают. Это просто способ воровства из бюджета денег. Вот и все. Я так не вижу. Я по-другому не вижу. Насколько все это смешно. Понимаешь, этот самый Хогошев Адальби прям приводит в своем там заявлении или выступлении населенные пункты, ты понимаешь, прямо как военная какая-то тактика или топография. Населенные пункты, в которых созданы вот эти виртуальные лагеря. Там называют что-то Новгородская область, Санкт-Петербург, Самара, Татарстан. То есть, вот, понимаешь, я не могу. Вот, понимаешь, я удивлен. Я вообще раздосадован. Почему я вот в моем родном городе Саратове нет вот такого виртуального лагеря? Нет, там по-другому. Что? В странах Балтии созданы виртуальные лагеря, которые влияют на, так сказать, Санкт-Петербург, Новгородскую и Псковскую области, а также на Калининград. Дальше там кто-то влияет на южные регионы. То есть, там действительно это чувак, наверное, начитался книгу маршала Жукова «Воспоминания и размышления» или «Тацитовые анналы». Он до сих пор думает, что компьютеры и смартфоны сбрасывают на парашюты. Обязательно. У нас с вами программа. Это какой театр боевых действий? На каком мы фронте? Ты меня спрашиваешь? Саратовско-Маямский. Саратовско-Маямско-Тель-Авивский. О, слушай, вот такой фронт. Я думаю, потому что тогда надо, чтобы у нас какая-то иконка стояла там с каким-нибудь галстуком. Ну да, да, да. Логично. Придумай, придумай. Обязательно поставь. А вот в Иране такой же, Адальбий Хагошев, вот примерно такой же. Они взяли, он предложил, они взяли и отключили интернет вообще. В том числе интернета сейчас нет. Ну, у них там народные волнения какие-то идут. Там уже человек стопа убивали, и все из-за того, что бензин дорогой. Они все взяли и отключили вообще интернет. И сегодня все, даже прокремлевские СМИ, я услышал целый день, сетуют и жалуются на то, что у них даже в Иране все дипломатические представительства остались без интернета. Хотя Иран лучший друг. Вот этот Хагошев, что ему это лагеря? Давно бы отключил уже все, да и все, правильно? Ну, логично. Следующий вопрос. Емельфар, ты мне скажи. Ты был в этом лагере, обучался? Ты знаешь, у меня начинает складываться впечатление, что мы сами тут все создали вот такой лагерь. и, как говорится, влияем на Гоев. А, вот так вот. А я хочу быть начальником лагеря. Начальником лагеря я хочу быть. Как у Сталина был? Хозяин. О, а я не против. Пожалуйста. Так, а мы инструкторы в этом лагере. Сталина будет чистушку надо какую-то придумать. Если нету интернета, значит... Нету ни хрена. Ну, что-то как... Нет, ну как, если в кране нет воды, значит выпили. А тут нам надо придумать тогда будет... Все равно же это к этому придет. Я просто хочу опередить... Опередить историю. Опередить происходящее. Придумай. Придумай, Саш, ты самый у нас такой... Ну, ты начальник лагеря, тебе и карты в руки. А кто вы? Виноваты вы за это. Вот вы за это. Если нету интернета... О, кстати, правильно. Если нету интернета, виноваты вы за это. Ну, нормально. Гениально, Кимильфай, гениально. Вот за это... Саша, что это сказал? И ты сразу это придумал. Ты как Путин, сапсарапник. С пути неиздил. Чтобы наши российские, как говорит Путин, партнеры не обижались. И Генинфарба, и я. Мы все продукты Советского Союза. Мы ничем не отличаемся. И поэтому вот это поведение такое. Саня это сказал, Кимильфай моментально это придумал. Потому что программа его. А идея была моя, чтобы... А в итоге продукт совместный. Да, совместный. И в итоге денег нет. Но вы держитесь, как говорится. Мы держимся. Да. Нет, ну, конечно, вот я сейчас думаю, весь разговор, что мы имели, это я не помню, какой великий писатель, поэт это сказал. Сказал, что умом Россию не понять, а другими частями больно. Да. Тютчев, умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у нее особенная стать, в Россию можно только верить. Умом Россию не понять, а другими частями больно. Я не знаю, кто это сказал. Да. Губерман сказал, давно пора, ребенок мать, умом Россию понимать. Понятно. Ребят, спасибо огромное за замечательную беседу. Итак, друзья, с вами были сегодня капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Я много у вас. Полковник российской армии Александр Глушенко. Вольно. И старший лейтенант Пиджак Юрий Гимельфар. Но я как всегда же напоминаю, выводы делать только вам. До встречи через неделю. Пока.